Доброе утро! Сердце, которое притягивает взгляды в Нягонском сквере, установили новый арт-объект. Объемное сердце изготовили в местной лофт-мастерской. Уникальный объект комфортной городской среды, новая визитная карточка города. Весит такое признание в любви около 100 килограммов. Объемное сердце спаяно из металлических пластин, напоминающих огранку драгоценного камня. За основу взят метод полигонального моделирования, который чаще всего используется для конструирования бумажных 3D-моделей. Подробнее об уникальном арт-объекте мы поговорим с руководителем лофт-мастерской. У нас на связи Владимир Дзинзюра. Доброе утро! Доброе утро, Юра! Доброе утро! Мы знаем, что уже изображения этого сердца стали использовать местные паблики для своих аватарок в сообществах. Скажите, приятно? Да, радует, что данный объект понравился людям и нашел отклик в своих сердцах нашего города и не только города. Как пришла такая идея воплотить сердце именно вот в таком виде? Или, может быть, были еще варианты? Нет, не то, смяли, выкинули еще поиск-поиск. Хотелось заменить американский символ I love you. Город, название, который пришел к нам с Америки. Хотелось что-то своего, северного, теплого. И таким образом родилась идея создать большое сердце, внутри которого будет написано название нашего города. То есть смысловая такая, что город в моем сердце. А много ли времени ушло на создание этого арт-объекта? Сколько потратили? Ну, от идеи до реализации ушло больше четырех месяцев. Четыре месяца. Мы тут с Аленой пытались выяснить в своих закромах учености, что такое полигональное 3D-моделирование. Это фигура, сделанная из листовых частей, из кусков листа. То есть под различными углами сгибается и сваривается. Либо изначально это все сделается из бумаги. Так же само частями, ровными частями, под различными углами. Полигоны, отсюда название полигоны. А с первого раза получилось? Нет, конечно. Нет, не с первого, да? Совсем не с первого. Все это кропотливая работа. Так как это все было просчитано на компьютере, изготовлено в чертежи и нарезано лазером с точностью 0,2 мм, то пришлось вручную собирать металл, угол к углу, миллиметр к миллиметру, очень часто распиливать и заново переваривать. Команда, которая трудилась. Кто эти люди? Это мой напарник Валентин Угрюмов. И еще один человек, Александр, помогал нам краситься сердцем. А как согласовывали эту скульптуру с городскими властями вообще? Как это происходило? То есть любой желающий может сделать какой-то арт-объект и поставить? Или вот как это работает? Изначально была идея. Мы эту идею придумали, сделали 3D-модель и решили все-таки немножко отложить ее в ящик. Но собрались ехать на окружной фестиваль мастеров, который состоялся в декабре месяце, два года назад. И все-таки перед этим фестивалем решили, что надо делать, взялись, сделали и повезли это все туда, в Ханты-Мансийск на показ. Показали в Ханты-Мансийске, идея зашла, идея всем понравилась. И городские власти решили, что все-таки это достояние будет стоять в парке. Ну, очень круто, но мы знаем, что теперь в свои дизайнерские композиции вы планируете вдохнуть другую жизнь и электрическую энергию и сделать теплые достопримечательности. Вот что в планах? Ну, в дальнейшем, да, предлагаем сделать такие же черца в больших городах округа, и они будут все-таки теплые. То есть внутрь будет встроен обогрев, и зимой люди могут обнять сердце, погреться и почувствовать тепло сибирского сердца, скажем так. Да, но это вот как раз сейчас на вашем фоне, да, вот как раз рука, которая, видать, хотела погреться, но, к сожалению, не сумела. Но электрически, то есть мы можем быть уверены, что в других городах, не только в Нягоне, мы увидим такие скульптуры. Мы надеемся, что да, как бы сейчас ищем поддержку, вот, чтобы поставить такие же черта, но уже более теплые, скажем, вот, в других городах. И это будет конкретно наша окружная югорская достопримечательность, которую можно будет увидеть только у нас. Слушайте, ну это здорово, это потрясающе. Мы очень сильно в это верим, ну и, конечно же, хотим, чтобы все ваши идеи были реализованы, и наша югра в югре забились новые теплые сердца.